Я телефон и ютуб. Нам втроём очень хорошо. У него была огромная комната, где, наверное, 30 квадрат. А у меня такая, знаете, что-то вроде туалета. Небольшая розовая комната. Мама приходила со скалкой, что ты творишь. А он такой раз, как кот в том и джерри, и под кровать. Облил меня с головы до пяток, представляете? Мама слая, да? И он такой, прикрой меня. Всем привет, мои хорошие! С вами Эка Эмили. И сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Сегодня у нас с вами клап-сэндвич, картошка и, конечно же, вот такие маленькие-маленькие огурчики. Как я их обожаю. Это просто не передать словами. Фри тоже очень вкусная. Хотя, честно, купила в какой-то забегаловке. Ну, очень вкусно. Я человек вообще не капризная. Я могу поесть в любой кафешке, то есть для меня. Главное, чтобы еда была вкусная. Я очень голодная. Очень. Так. Здесь четыре кусочка. И с грудкой. Как сделать? Как же вкусно! Я сначала подумала самой сделать этот клап-сэндвич и заодно показать видео. Потом, знаете, я не нашла вот такой вот хлебушек. Хотя пошла в самый большой супермаркет, который есть у нас в городе. Браво, если кто не знает. Ходила там, ходила. Как все неудобно там расположено. Колбаса выбор огромный просто. Все остальное нашла. А вот этот хлебушек не нашла. Поэтому решил бог с ним. Куплю уже готовый. И оказалось очень вкусно. Я не знаю, потому что я голодная. Или реально очень вкусно. Вы правы, знаете, такие тортики были. Такие пирожные. Я вообще не сладкоежка, но я просто не могла удержаться перед этими тортиками. Просто произведение искусства. Такой вот меч. Обычно мы видели всегда зубочистки. Вот так вот кладут в клап-сэндвич. Вот здесь целый меч. Сегодня вообще день у меня такой, знаете, насыщенный. С подругой должно увидеться. Два видео смонтировала. Рано встала. Причем мы когда с подругой видимся, она всегда ругается на меня, что ты приходишь не голодная. Вот куда мы с тобой пойдем, если ты не голодная? Она тоже любит покушать, но не на камеру. Вот получается, что сегодня тоже, как всегда, я приду не голодная. Ну что делать? Ну как можно устоять, а? Первый кусочек как пошел. Просто божественно. Вот сколько я не пыталась сделать вот такую вот картошку фри, мне никогда не получалось. Ну те блюда, которые у меня очень хорошо получаются, я снимаю для своего канала iCook. Обязательно подписывайтесь, если вы еще не подписаны. Хожу вообще по супермаркету. Там даже вам историю сняла. В инстаграм выложила. Идешь, вот сплошные идеи. Даже не знаешь, вот что будет интересно, а что нет. Например, мед купила, буду снимать видео с медом. Просто я чисто смотрю на прилавки и думаю, что же я не снимала. И что же будет актуально. Сколько я кругов там наворачивала. Я потратила полтора часа на супермаркет, представляете? У вас пустой этой тележкой. Я хожу туда-сюда, туда-сюда. Люди на меня смотрят и думают, блин, что она сюда пришла вообще. Кстати, я сегодня опять встретила свою подписчицу. И почему-то постоянно девочек встречаю. Либо парни не подходят ко мне, либо... Либо меня смотрят только девочки. Хотя сейчас тематик моего канала не бьюти. Поэтому, мне кажется, меня смотрят и парни, и девушки. А еще... Сегодня утром мне написали, что у меня хотят взять интервью. Я сейчас немножечко была в шоке. Я почувствовала себя прям звездой. У меня хотят взять интервью. Как это мило. Я, конечно же, согласилась. Мы уже договорились. Если все пройдет удачно, мы обговорим все детали. Я вам в ближайших видео оставлю линк на мое интервью. Надеюсь, что вам будет интересно. Я как-то, наверное, слишком быстро ем. Вы просто не представляете, как это вкусно. Особенно вот эти огурчики. Здесь не майонез. Здесь какой-то чесночный соус. Свежий огурчик, свежие помидорки, зелень, курица. Какой хомяк сижу ем. Прикольно придумали, да? Попьем сок. Это у меня мультивитамин. Следующий момент, который я хотела обсудить вместе с вами, это тема влога. Я должна была уже снять влог, но сегодня опять не получилось. Я надеюсь, что вы сильно ругаться не будете. Я найду время. Вот в ближайшее время. Завтра точно не получится. Но где-то, думаю, что в понедельник, может быть, уже влог будет на канале. Ну, знаете, такой домашний влог будет. Ничего особенного. Ничего такого сверхъестественного. В последнее время я и сама смотрю только, знаете, какие-то домашние влоги, уборки. Мне это очень нравится. Очень мотивирует меня тоже встать с дивана и начать наконец-то что-то делать. А когда смотришь видео, где кто-то убирается, кто-то чем-то занимается, у тебя вообще поднимается мотивация, и ты тоже хочешь что-то делать. Поднимается, мотивация. Такое слово вообще есть. Ну, да ладно. Это реально лучший клап-сэндвич, который я когда-то кушала. Хотя я кушала клап-сэндвич в самых даже дорогих ресторанах. И я вам скажу так. Не всегда в красивом ресторане, где клевый дизайн. Классно одеты официанты. Не всегда в таких местах вкусная еда. Даже очень редко. Не писали, что я делаю, когда мне грустно. Когда мне весело. Мне хочется этим настроением делиться с людьми. Мне хочется выставлять очень много фотографий, историй и так далее. А когда грустно. Я стараюсь как-то еще больше замкнуться в себе. Вот кажется, что я очень оптимистичный человек. Я бы вам не сказала. Мне даже кажется, что я очень сложный человек. И нужно, наверное, дать Оскар людям, которые находятся рядом со мной и терпят мой характер. Это вкусно. Очень часто мне пишут мои подписчицы, например Меня бросил парень, мне очень грустно Что мне делать в таких ситуациях Я по большому счету даже не знаю, что ответить В таких случаях Я как психолог вообще ноль, мне кажется То есть, как тупо можно выйти из ситуации Я вот выйду обязательно Я наломаю столько дров Это меня иногда так расстраивает Давайте немножко поотвечаю на ваши вопросы Расскажи какие-нибудь интересные истории с детства Расскажи про брата Вообще очень много вопросов касательно моего брата Почему я не снимаю видео с ним? Потому что мы живем в разных странах Начнем с этого Вообще с братом в детстве мы вообще не ладили Вечно дрались Из-за игрушек Не знаю, из-за любой мелочи могли подраться Компьютер у нас был вообще по часам То есть я должна была платить брату Чтобы поиграть в компьютер Он был старше меня И всегда прикалывался, издевался надо мной Один раз был такой случай Но я всегда, знаете, сама нарываюсь Акваминерали И вот там совсем чуть-чуть воды осталось А он лежал на диване Я хотела над ним прикольнуться Взяла, короче Облила его Ну чуть-чуть совсем там было Что сделал мой брат? Он встал Поймал меня Притащил в ванную Двухлитровая такая кока-кола была В холодильнике как раз Взял кока-колу Облил меня с головы до пяток Представляете? Мне было так ржачно То есть я не обижалась на него Потому что у меня же не бьет ничего Но, блин, запомнила я это на всю жизнь Причем специально в ванной Чтобы ничего не испачкать Дальше было самое интересное Потом я обнаружила, что воды нету дома Представляете? Воды нету Как искупаться? А после кока-колы все тело такое, знаете, липкое Потом он долго ржал надо мной Но ржать он перестал в тот момент Когда я начала купаться водой Водой для питья То есть я сейчас искупаюсь этой водой А что он будет пить? Придется пойти в магазин В общем, таких историй у нас с ним вообще куча было Постоянно он что-то натворит Маму слая, да? И он такой, прикрой меня А я ему помню, что меня кока-колой обливал Так вот, не помогу Отдельная история была Когда мама шла на родительское собрание Мама приходила со скалкой Что ты творишь? А он такой, раз Как кот в том и джерри И под кровать Вот зачем творить такое Чтобы потом тебя ругали И все причем хвалили меня Что я такая молодец Хорошо учусь Староста в классе И у мамы такой контраст Между двумя детьми Я ему вообще всегда говорю Что о твоих историях с детства Можно вообще написать книгу Или снять фильм Он был очень трудным подростком Очень Моя наоборот, знаете Я была замкнута в себе Особо, знаете Ни с кем не общалась Никуда не ходила Мне больше всего нравилось сидеть дома Делать уроки Вязать Страдать какой-то фигней А потом, где-то в 2005 году Появился YouTube И что я не делала Целыми днями сидела Смотрела блогеров Вот приходила со школы Садилась и смотрела блогеров И все Мне больше ничего интересного не было Мне не было интересно, знаете Пойти в мячик Поиграть с девчонками Не знаю Пойти куда-то погулять Вообще ноль Вообще неинтересно было Тогда вообще было модно Какие-то смотреть бьюти-блогеров Я просто смотрела макияж И мечтала о том Что когда-нибудь Мне будет можно краситься Я тоже буду покупать До хрена косметики Сколько у них И тоже буду краситься Хорошо, что у нас с братом Были отдельные комнаты У него была огромная комната Где-то, наверное, 30 квадрат А у меня такая, знаете Что-то вроде туалета Небольшая розовая комната Но было круто Что у нас были отдельные комнаты Вообще я считаю Что каждому человеку Нужно свое пространство Я бы не смогла, например Жить в одной комнате с кем-то Мне всегда хочется Побыть одной Я и телефон Вот Нам вдвоем Очень хорошо Я, телефон И ютуб Нам втроем Очень хорошо С тех пор Я мечтала стать блогером Но если бы тогда Я сказала маме Что я хочу снимать видео Ты ютуб Мама бы сказала Ты что, с ума сошла? Ты что, с дуба рухнула? Она бы не поняла меня Но после того Как у моей мамы Появился телефон То есть смартфон Когда она начала Лазить в инстаграме Когда она начала Смотреть видео на ютубе Она поняла Что это интересно Она мне очень часто Говорит Смотри какая красивая фотография Надо тебе тоже Такую же сделать Я думаю Мама Как ты продвинулась вперед Там знаете Девчонки Какие-то танцы Снимают Для инстаграма Мне мама говорит А что ты не снимаешь? Вот а что? Ты тоже блогер Снимай Еще историю Кстати вспомнила Я один раз Нажаловалась маме Что брат меня обижает И брат сказал Вот увидишь Нам где-то по 12 По 13 лет Подростки Да, мама? Мамы нету дома И он мне такой Говорит Помнишь? Говорит Ты настукачила Ну я всегда Назвала Стукачка Вот теперь Говорит Пришло время Расплаты Я такая думаю Блин Что он сейчас придумает Мне в России Прям зимой До хрена снега А у нас большой дом То есть частный дом И вокруг этого дома Снег И там не прочищено Абсолютно Чтобы подойти К окну Надо прям плавать В снегу И что делает мой брат? Выставляет меня На улицу В носках И говорит Все Будешь здесь сидеть Без куртки Без ничего Дома жара Представляете Уходим в шортах Ну попробуй в шортах В 30 градусный мороз Стоять на улице Я стучу Я понимаю Что он не слышит этого Потому что он находится В комнате Которая Эй Там Я иду по этому снегу В шортах И начинаю стучать В его окно Наполовину в снегу Стою такая Наполовину в снегу И потом ему становилось Жалко И меня через 5 минут Приходила Открывала Говорит Еще раз Говорит Настукачишь Час будешь здесь Поэтому я никогда Не стукачила Кстати Здесь вот В комплекте С этим Клаб сэндвичем Еще 2 соуса Было Один кетчуп Другой майонез Ничего такого Лакшили Хочу есть 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 Сейчас сяду Еще одно видео Сниму Потому что Не наелась А нет Мне сейчас Подругой Надо встретиться Если мы с ней Куда-то пойдем Я опять скажу Что я ничего не буду Потому что Я дома снимала Мукбанг Она скажет Слышь Прекращай это А на этом все Я очень надеюсь Что мои истории Для вас были интересны Если это было так То обязательно Ставьте лайк И подписывайтесь На мой канал Также обязательно Подписывайтесь На мой инстаграм Я вам всем желаю Удачного дня Приятного аппетита С вами Лайка Эмили Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok